Поклеить обои, шторки такие повесить, с рюшечками. Вот, огурчики тоже за ними ухаживаю, любимые мои. И мы этим привлекаем туристов. Грандиозные планы, радость от результата и смелый взгляд в будущее – это плоды первого круга благотворителей. Июнь 2018-го. Десятки успешных людей пришли поддержать социальные инициативы. Три проекта, и каждый для того, чтобы жизнь в регионе стала лучше. Вот так с ведром и лопатой отстаивали проект «Вернуться к жизни». 75 тысяч рублей требовалось для приюта при храме Александра Невского в Архангельске. Собрали 105. Каждый из этих людей когда-то оказался на улице и просто старался выжить. В приюте они учатся зарабатывать на жизни. Заготовок на зиму сейчас хоть и добавляют. Именно благодаря кругу благотворителей здесь появились новые теплицы, газонокосилки, удобные тележки и инструменты. С одним колесом хоть куда на ней проедешь, ты подъедешь. Хоть на высоту, хоть с высоты. Трудится во всю и подопечный центр «Мост». Проект школы ремонта для людей с ментальными особенностями здоровья. Чтобы они могли привести свой дом в порядок, тренируются в центре. Старую краску и побелку счищают в комнате отдыха. Вот уже часть материала мы закупили. Вот видите, здесь кисти различные, валики, грунтовка. С помощью аукциона «Добрых дел» уже отремонтировали двери и установили новые окна. На школу ремонта круг благотворителей собрал 92 тысячи рублей. Круг благотворителей нужен для того, чтобы соединить эти деньги вместе и дать возможность тем, кто хочет поддержать, встретиться с теми, кому нужна поддержка. Поддержку получили и те, кто стремится возродить традиции. Жители деревни Йоркино, что в Финишском районе, нашли рецепт старинной каши на жерновах. Но чтобы процесс приготовления стал удобнее и быстрее, нужна молотилка. Круг благотворителей собрал на нее 109 тысяч рублей. И молотилка, выполненная на заказ, уже едет в Йоркино. Субтитры создавал DimaTorzok